В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Подготовка к новому учебному году в образовательных учреждениях округа идет полным ходом. На данный момент мы ждем поставку оборудования нового. Закуплены также шахматные доски. Новый дополнительный офис многофункционального центра «Мои документы» скоро откроется в жилом комплексе «Пригород Лесное». Жители вышли с просьбой к главе городского округа, Алексею Петровичу Спасскому, с просьбой создать МФЦ в жилом комплексе «Пригород Лесное». В муниципалитете продолжается ремонт детских площадок. Мне нравится детская площадка. Я люблю сюда приходить. Подготовка к новому учебному году в образовательных учреждениях округа идет полным ходом. Наша съемочная группа побывала в 9 и 11 школах города Видное, где на завершающей стадии ремонт столовой и кабинетов точки роста. А также в детском саду поселка Лопатина, где переоборудованы помещения для новой группы воспитанников. В сентябре учащиеся видновской школы номер 9 будут завтракать и обедать в обновленной столовой. Ремонтные работы стартовали около месяца назад. На данный момент в пищеблоке площадью 150 квадратных метров, рассчитанном на 190 мест, поменяли напольное покрытие, произвели облицовку стен и установили светодиодное освещение. У нас все стены были вот такого формата, покрашены от пола и до потолка. Естественно, когда особенно малыши проходят ладошками по стенам, это очень быстро пачкалось. А сейчас из-за того, что это будет плиточка, ее будет гораздо удобнее мыть и более гигиенично, скажем так, и опрятнее, и наряднее. А в 11-й школе к новому учебному году будет открыт Центр образования «Точка роста». Уже почти полностью готовы три кабинета лаборатории, где ребята будут постигать азы химии, физики и информатики. Каждое помещение окрашено в свой цвет. На данный момент мы ждем поставку оборудования нового. Закуплены также шахматные доски, закуплены зоны отдыха для детей. Будут висеть логотипы, специальные таблицы в коридорах перед кабинетами физики, химии и информатики. При образовании коснулись и детских садов округа. Как рассказала депутат Совета депутатов Алена Какоева, проблема устройства ребенка – одна из самых волнующих для жителей новых микрорайонов. Совместно с заместителем главы Квасниковой Татьяной Юрьевной и начальником управления образования Киселевой Натальей Николаевной Мы провели анализ помещения для переустройства их в групповые. Администрация и Совет депутатов инициативу поддержали. Были выделены денежные средства на переустройство помещения. В двух дошкольных отделениях Лопатинской школы к 1 сентября откроют дополнительные группы на 35 воспитанников. В зданиях 2-го и 3-го корпуса учреждения были переоборудованы помещения. За счет уменьшения площади кабинетов специалистов удалось сделать просторную группу для детей старшего возраста. С игровой зоной, спальней, санузлом, буфетной и раздевалкой. Стоит отметить, что основные ремонтные работы уже завершены. Осталось только укомплектовать. Мебель заказана, вот ждем, когда нам ее поставят. Здесь будет все соответствовать СанПину, все основным садстандартам. Дополнительная группа оборудована и в детском саду на Сухановской, 11. Увеличился и педагогический состав учреждений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гюльнара Балаева, Видное ТВ. Готовится к открытию новый дополнительный офис многофункционального центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Сейчас услугами МФЦ в шаговой доступности могут воспользоваться жители поселков Володарского, Горки-Ленинские, Развилка, Села Молокова, микрорайонов Государев дом и Бутово парк. В настоящий момент ведутся ремонтные работы в помещении на территории жилого комплекса «Пригород Лесное». Именно здесь совсем скоро откроется дополнительный офис МФЦ. Жители вышли с просьбой к главе городского округа Алексею Петровичу Спасскому, с просьбой создать МФЦ в жилом комплексе «Пригород Лесное». Также были обращения в адрес губернатора. В результате появилось поручение об открытии офиса «Мои документы» на этой территории. Мы вышли в совет депутатов о выделении дополнительного финансирования, поскольку эти деньги не были заложены в бюджете. Городского округа на 2023 год. Фракция «Единая Россия» в нашем совете депутатов активно поддержала эту идею. Помещение площадью 140 квадратных метров застройщик передал в собственность муниципалитета. Скоро здесь начнут работать четыре окна на прием и выдачу документов и восемь точек доступа к порталу госуслуг. Сейчас видим, что здесь идут ремонтные работы. Мы планируем вот в этой зоне расположить места доступа к порталу государственных услуг. В этой зоне у нас будут места приема выдачи документов. Будет у нас серверное и будет обязательно помещение для бэк-офиса. То есть это для обработки документов, подготовки их к отправке в ведомство и выдачи. И мебель уже заказана, и заказаны рекламные конструкции, и все, что касается вывеска, все, что касается фирменного стиля, мои документы, все будет оформлено так, как должно быть. Офис будет работать без выходных и рассчитан на прием порядка 500 человек в день. Планируется, что в конце августа, начале сентября первые посетители смогут воспользоваться услугами дополнительного офиса МФЦ. В Ленинском городском округе продолжается ремонт детских площадок. На сегодняшний день в порядок приведено более 100 развлекательных зон. Меняют прорезиненное покрытие игровые элементы. На одной из обновленных площадок побывала и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлии Пагасьян. Эту детскую площадку во дворе дома номер 25 по улице Строительной отремонтировали по запросу жителей, которые с такой просьбой обратились к депутату по данному избирательному округу Павлу Русакову. Народный избранник помог внести игровую зону в список запланированных к ремонту на этот год. Единственное, что у нас здесь есть, это отсутствующий элемент, который был неисправен и его демонтировали. И вот мы сейчас проговорили, будем прорабатывать несколько вариантов для того, чтобы представить на суд жителей, соответственно, и что они выберут, мы сюда и поставим. Потому что это такая работа, которая проводится совместно с людьми по их запросу. В остальном теперь площадка полностью соответствует требованиям безопасности. Заменили прорезиненное покрытие, отремонтировали игровые элементы, установили специальные качели с ограничителем. Оптимальный вариант для самых маленьких. Тут все починено, здесь интересно гулять. Крутые горки, качели, крутилки. Мне нравится детская площадка, я люблю сюда приходить. Всего с начала года в Ленинском городском округе в порядок приведено более 100 детских площадок. Работа плановая, занимается ею муниципальная организация благоустройства. Средства выделяются из местного бюджета. Состояние игровых зон оценивает экспертная комиссия. Она и формирует список необходимых к ремонту. В работе у нас где-то еще в пределах 50 площадок, ну там такие мелкие работы. Большинство работ происходит не только по нашей занятости. То, что приходит много от жителей просьбы по доброделам. А если площадка не подлежит ремонту, ее демонтируют и устанавливают новую. В целом состояние игровых зон в округе считается удовлетворительным. Юлия Погосян, Александр Логинов, Бульнар Балаева. Видно этого. 22 июля во многих странах будут отмечать Всемирный день мозга. Праздник был учрежден в 2014 году с целью привлечения внимания к проблемам и заболеваниям нервной системы и ее главного органа – головного мозга. О том, как сохранить его здоровье, мы поговорили с врачом-неврологом ВРКБ Дмитрием Кузьминым. Головной мозг – это регулятор дыхания, кровообращения, питания, двигательной активности словом всех систем и органов человеческого организма. Поэтому от его состояния напрямую зависит наше здоровье и продолжительность жизни. Головной мозг – это большой потребитель энергии. Поэтому важно осуществлять правильное питание. Есть определенные даже продукты, которые требуются и полезно потреблять для стимуляции, для активизации мозговой деятельности. Для здоровья мозга особенно полезны рыбы жирных сортов – лосось, сель, семга и орехи. Они богаты омега-3 ненасыщенными жирными кислотами. Врачи рекомендуют также пить зеленый чай и кофе. В питании полезно потреблять чернику, которая защищает головной мозг от нагрузок и предотвращает такое развитие, как болезнь Альцгеймера и дегенерацию нервных клеток. В питании важно потреблять яблоки, они содержат железо. Несмотря на то, что все доктора рекомендуют ограничивать потребление сладостей, врачи-неврологи советуют периодически баловать свой мозг шоколадом, лучше горьким. Какао стимулирует деятельность головного мозга. Также важно не только регулярно тренировать мозг, но и давать ему полноценно отдыхать, в том числе от компьютеров, телевизоров и мобильных телефонов. Классическое чтение, которое развивает у нас несколько моментов. Прежде всего зрительную память, мы читаем, запоминаем слуховую память и тактильную память. И также активируем деятельность головного мозга. Не менее важен полноценный сон. Взрослому человеку необходимо спать не менее 8 часов, детям 10-12. Ну и, конечно, медики рекомендуют отказаться от вредных привычек и регулярно давать организму физическую нагрузку. Несоблюдение этих правил может негативно сказаться на здоровье мозга взрослых и детей. Мама 4-летней Наташи Исаевой Татьяна старается соблюдать все рекомендации врачей. И приучить дочку к фруктам, которые та ест не очень охотно. Я считаю, что все-таки нужно рекомендации соблюдать во благо ребенка. Это и питание, и фрукты есть, и режим. Тривизоры поменьше, побольше игр, развивающих каких-нибудь. Кстати, в Видновской детской поликлинике функционирует центр здоровья, где ребятам не только рассказывают о правильном образе жизни, но и проводят комплексную диагностику. Исследование функций легких. Исследование крови. Это глюкоза, сахар крови. Исследование внешнего дыхания. Это зашлакованность легких. Есть комплекс предустановленных компьютерных программ, которые могут проверить и нервно-психическое состояние ребенка. 22 июля во многих странах будут отмечать Всемирный день мозга. Отметьте праздник и вы. Начните вести здоровый образ жизни, высыпаться и правильно питаться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова